МОСКОВСКИЙ ТЕАТР Сохраняет традиции итальянской комедии масок, современного мюзикла, а также включает в себя лучшие достижения русских театральных школ Евгения Бахтангова и Михаила Чехова. Специфика Орлепина – музыкальные спектакли, в которых минимум декораций, максимум сценического света и только живой звук. Для спектаклей характерно сочетание пластики, бимики и хореографии. В одном сценическом веке. Сегодня с первого ряда мы посмотрим пьесу Уильяма Сараяна «Голодные». Имя этого американского писателя, армянского происхождения, стоит наряду с такими авторами, как Хемингуэй и Фолкнер. Голодные и бездомные герои пьесы страдают не столько от физиологического голода, сколько от отсутствия пищи для души. Ведь обычное человеческое общение, доброту и понимание не купишь и не продашь. Итак, смотрим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Не мешайте!» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Разумеется, но только у меня нет никакой еды Как ты себя чувствуешь? Отлично, а ты как? Не, хорошо, ты что-нибудь помнишь? Я помню камушки и виноград, а ты? Я помню тебя. Ты счастлив? Было ли такое место, куда тебе особенно хотелось попасть? Я всегда мечтала попасть когда-нибудь в Нью-Йорк, прежде чем умру. Я был однажды в Нью-Йорке. Я расскажу тебе о нем. Нью-Йорк очень далеко. Он огромен. Даже когда находишься в нем, он больше, чем что-либо на свете. Даже когда вглядываешься в него, огромит оно. Да самое угрюмое, самое безжизненное место на свете. Зимой весь город покрыт снегом, и все умирают точно так же, как летом. Я хочу есть! Я хочу есть! Я хочу есть! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Евгения, как давно вы работаете в этом театре? Как вы пришли в этот театр «Арли Кинг»? Ну, пришла учиться я в 2006 году сюда. Театр знаю уже очень давно. Я с 11 лет знаю театр, смотрела спектакли. У меня здесь учились знакомые мои. И в 2006 я решила сама сюда прийти. Прийти в театр или учиться? Учиться и потом работать в театре в этом же. Ваша роль девушки, которая постоянно плачет, как вы ее переживаете внутри? Это очень сложно сказать. Это очень долго со мной работал Сергей Андреевич. И потихоньку это начинает собираться сейчас в то, что есть. В общем-то, как бы сложно сказать, как я переживаю внутри. Ну, как-то не знаю. Это скорее, не знаю, то, что выстраивал Сергей Андреевич, скорее сейчас это уже откладывается в меня в самом. Как бы это не то, что я этой роли что-то даю, а то, что эта роль мне дает. А что значит для вас эта роль, этой девушки? Что символически обозначает? Ну, эта роль, она, в принципе, одна из первых в театре. Как раз мы начали с этого спектакля. Он еще собирался в студенческом варианте с моими однокурсниками всеми. И как бы она очень долго уже, я не знаю даже, что ответить на это. Она как-то уже, мне хочется ее вести вперед, эту роль. И потом, когда уже со мной стали играть после студенческого варианта, это стал уже с Олегом Анатольевичем, с Ларисой Борисовной вариант стал. Но он в спектакле сейчас пошел вперед, и как бы мне это интересно. Евгения, ваша роль молодой девушки, что она символизирует? Ну, эта роль, это образ, придуманный писателем в этом же спектакле. И моя задача остаться у него, моя задача быть у него в голове, в его, и чтобы он не вычеркивал меня из своей книги. А сама девушка что хочет? Сама девушка хочет, и я думаю, что, как и любая девушка, хочет найти свое теплое место, найти своего человека. От какого голода она страдает тогда? Ну, она далеко не от такого голода, не от того, что она не ела много дней. Но от того, что... от непонимания в другом месте, от того, что она ищет своих родных, от того, что она ищет свой укромный уголок в этой жизни. Олег, как правило, герои Уильяма Сараяна — это не очень удачливые люди, простые, но не очень удачливые. А ваша роль какая она? Я играю писателя. Я считаю, что мой герой, он очень удачливый. Да, потому что он занимается своим делом. Ну, правда, это дело не всем удается увидеть, потому что основные его произведения не написаны. Вот. Но все равно он упорно занимается своим делом, и у него получается, он пишет. Он писатель, он пишет. Это главное в его жизни. И он счастлив, когда он пишет. И я делаю вывод, что он удачливый. Потому что я тоже хотел бы иметь такое же свое дело и заниматься им, и быть похожим на него. Почему тогда листы оказались пустыми в итоге, в конце пьесы? — Пустые листы — это наше воображение. Каждый в этих листах может себе дорисовать все, что он захочет. То, что они пустые, это дает только свободу придумать туда все, что угодно. Но самое главное для писателя — это процесс. Вот что он и делает. — Вы давно работаете в этом театре? — Знаете, я поступил в театр в 79-м году в студию. При театре всегда существовала студия. И вот в 80-м году меня уже стали выпускать на площадку. Это была Ярославская филармония. Мы очень много ездили. И уже дали тогда первую тарификацию профессиональную, что позволило мне работать и получать зарплату. И вот с этого времени я до сих пор вот в этом театре. Сейчас уже сколько? 30 лет с лишним. — А преподаете? — Ну, конечно. У меня уже достаточно опыта за 30 лет накопилось. Есть что передать. У меня есть ребята, которым интересно слушать то, что я говорю. У меня есть спектакли, которые я поставил. Да, вот завтра пойдет Буратино детский спектакль. На прошлой неделе был спектакль Иоанна Сколысая, певица. И я считаю, это тоже удачные постановки. Я рад, что у меня вот это получается. — А вот ставить детский и взрослый спектакль, есть разница? Трудности какие-то? — Вы знаете, на детском спектакле так же выкладываешься, как и на взрослом, потому что ответственности на самом деле больше. Но мне нравится детский спектакль ставить, потому что публика непосредственная. Дети приходят открытые, и если им нравится, они сразу воспринимают. Скажем, взрослые пытаются найти какой-то подтекст, какую-то заумность найти. Потом они всегда смотрят на обстоятельства, в которых им это творчество дают. Скажем, если там присутствуют известные актеры, значит, это одно качество. Если актеры неизвестные, значит, уже взрослые задумываются, а интересно ли это. Он не может воспринимать непосредственно. Он всегда зависит от каких-то обстоятельств, от своих друзей, от своего опыта прежнего накопленного. У детей нет накопленного опыта, поэтому они непосредственные. Сергей Андреевич, Ваш театр придерживается школы итальянской комедии масок «Дель Артер». В чем его особенность? Во-первых, это театр представления. Во-вторых, это театр импровизации. Это практически школа воспитания актера, синтетического актера. Актера, который имеет на сцене практически все. Потому что театр — это синтез искусства. Это пластика, это речь, это вокал, это движение, это хореография, пантомима. И задача, конечно, театральной школы — воспитать синтетического актера. Актера, который умел бы под действием практически все. Ну, так не бывает, но, по крайней мере, к этому стремиться надо. Сергей Андреевич, почему Вы решили поставить пьесу у Ильяма Сараяна? Связано ли это с тем, что у Вас одна историческая родина? Каждый художник имеет болевую точку. Болевые точки. И я думаю, что проблемы, которые подняты Сараяном, как мастера литературы, драматург, драматургии, вот эти болевые точки, они мне тоже очень близки. Очень близки те проблемы, которые он поднимает. Поэтому Сараян. И, конечно же, не только потому, что он мой земляк, мы земляки. Нет, конечно. Это не просто классика американской литературы. Я думаю, что творчество Сараяна принадлежит всему миру. Всей мировой литературе и драматургии. Продолжение следует... Продолжение следует...